эй всем привет друзья мои вы на канале дикич меня зовут дмитрий и сегодня мы значит с вами возвращаемся на предприятие 3826 да наконец-то вышло у нас вчера дополнение dlc 1 atomic heart значит мы здесь с вами поиграем а в комплексе менделеев также значит нас ждут еще новые враги и для борьбы с ними у нас появится с вами два новых оружия это секатор и клуша ладно друзья я думаю что вы и так все это прекрасно уже знаете не будем сильно затягивать все вам приятного просмотра друзья поехали давайте поскорее начинать значит вот новая игра инстинкт истребления dlc 1 выбираем естественно мирный атом не хочу я никакие больше сложности друзья у меня я как говорил ранее подгорает в одном месте я просто не могу играть на сложных и даже средних иногда вариантах просто но не знаю выберу легкая не интересен сюжет просто сюжет игра классная сюжетом вы совершаете ошибку майор немедленно отправляйтесь до человек вам надо вы и отправляетесь устроили тут самосу волшебный мой я забрала тебя в наш семейный гнездышко весь комплекс теперь только наш со мной ты можешь делать что захочешь это были наше страсти любимые О, ты не утомим, любимый. Настоящий мачо. У тебя есть наша любовь, наш маленький уютный мир, в котором мы будем жить вечно и только вдвоем. Обожаю тебя, любимый. О, я схожу за мной. Остановись. Где мы вообще? Что это? Это она? Так, это манекены. О, превьюшка красивая будет. Что за хрень тут творится? Ты что, копаешься у меня в голове? Не нервничай, дорогой. Все уже позади. Операция прошла успешно. Я уже закончила. Ты все еще убиваешь людей, больная. Больше некого, дорогой. Сбой коллектива поразил комплекс Менделеев одним из первых. И живых людей тут точно не осталось. Если не считать вредной старухе, которая пытается подчинить меня себе. Так, что за операцию ты провела? У меня вообще ничего нет, ни оружия. Вредная старуха? Баба Зина, что ли? Ну, мы с вами изначально выбрали не очень хороший выбор, так сказать, окончание нашего сюжета. И там... Баба Зина, да, на нас была разозлилась. Так. Была очень сильно разозлилась. О, давайте почитаем, что здесь. Провести 10 июня 1955 года полную полимеризацию сотрудников предприятия 3826, включая обслуживающий персонал. Убедитесь, что каждый расписался в прохождении процедуры. Ваня, разошли эту агитку по всем терминалам легкой, нам срочно нужно продать еще 50 билетов. Текст я написала уже. Только не надо просто рассыпать это же письмо, а то будет как тогда, когда продавали путевки в Египет. В отпуск. В Китай. Куда поехать советскому человеку, если в границах необъятной родины есть почти все? Разумеется, в КНР. Многие наши соотечественники манкируют красотами Китая, отдавая предпочтение Болгарии. Турции или Чехословакии. Но именно Е-Поднебесной можно увидеть тысячелетнюю историю в перемешку с триумфом социализма, а также пустыни и джунгли, чудеса света и природы. И все это за 30 рублей. По всем вопросам обращайтесь, тут напиши телефон бухгалтерии, я его не помню. Китай, я бы тоже сгонял Китай. И Болгарию, да вообще куда угодно, а то я уже... Что еще за хаос? Леонора, отключи эту безумную чехарду. Не могу, любимый, это часть защитного протокола. Он активируется автоматически и всякое такое прочее. Прогони вредную старуху, и протокол отключится сам. Тут прям буря. Это буря нашей страсти, любимый. Ну так я дальше не пройду, и старуху вряд ли прогоню. Ты точно ничего не можешь сделать? О, скучно. Хорошо, я помогу тебе. Вот. О, это что такое? Какой-то летающий полимер. Так, тут какая-то имитация... Чистого неба над головой. Что это у нас вообще такое? Легкая. Гостиница легкая. Нифига себе гостиница. Кстати, это было в трейлере. Все гадали, что это такое. 18. Домик, видимо, 18. Так, нам с вами... Да, вот сюда наверх. Видимо, мы будем подниматься с помощью... Чего бы ты сразу нормально себя не ведешь. Мы команда сладкие. Оказывается, это очень интересно, помогать тебе. Была у меня уже одна такая. Команда. Таких раз. Со мной-то ты что сделала, ошалела? Теперь мы принадлежим только друг другу. Я синхронизировала твой модуль восход со своей волновой активностью. Лучше бы ты просто его вынула. Я бы тебе спасибо сказал. А так ты просто очередной манипулятор. Ебучий. Как же вы мне надоели. Что-то не попался на уговоры и ослабки. Там страшное надели, буду муазель. Страшное. Так, это веди... Ой, извини, друг, извини. Прилег. Меньше за бар на стойке надо сидеть. Все-таки попался на уговоры и ослабки. Страшное надели, буду муазель. Элеонора? Элеонора? Да как ни назови, я все одно. Смерть с косой. Играется с тобой. Да и порешит. Извиняюсь за выражение, сука. Что ты про нее знаешь? Немного на удивление. Я тут давно стаканы натираю. Посетители часто говорили, что она когда-то была что-то вроде психолога. Неожиданно. Байки про нее ходили, мол, в ремонтный шкаф новые алгоритмы подлили. Искусственный интеллект. Но система долго не простояла. Людей то в панику, то в страх, а кого-то в глубокое смущение бросало от общения с ней. И проект закрыли. Да вот снова объявилась. Да. Сука. Простите за бедность речи. Так. Что тут произошло? Вот здесь будет. Кто-то Семеногов выпустил. Потом Шиза взбесилась. Вот так вот прям Шиза? Да. Мы и сопротивляться хотели. Но ведь не бойцы. Бойцы как раз против нас и пошли. Роботы-то. Такой хаос поднялся. А эта злазнолюбивая Рыщеколда выловила каждого по отдельности и порешила. Сука. Вот так. Много людей погибло? Немного, но все. После сбоя коллектива ведь не каждый решился вернуться на рабочее место. Кто-то просто умер. Сам знаешь. Тем, кто выжил. Потребовалась реабилитация. Гостиница полная была. Ебучие пироги. Да кто ж думал-то, что вот так вот подряд техника будет сбоить? Хе, сука смешно. Ебучие пироги. И нелепо. И извините. Да, вредная привычка. Избавляюсь. Сам недавно осознал. Так. Что ж, пойду играться. Сука. Такая, а? Элеонора. Мало нам сбой, так она еще и сама тут. Порешила всегда, значит. Ясно все. Все, ясно. Так. Нам показывают куда-то туда идти. А. На выход. Все. Здесь мы посмотрели. Значит это такие, так сказать, номера. Так. Эм. Нам видимо. Нам же выше, да? Где? Да, нам выше. Ну прикольная гостиница. О, а там еще даже рыбки плавают. Так что если упадешь, то есть вероятность, что выживешь. Но хотя, кстати, блин, что это за хрень такая? Любимый мой, я забрала тебя в наше уютное семейное гнездышко. Весь комплекс теперь только наш. Никого здесь нет и не будет. Никто не помешает нашему счастью. Мы вместе навсегда. Ага, ну да, конечно. Так, а что за старуха? Баба Зина, что ли? О да, дорогой, объясни ей, что она в пустую тратит время. Пусть уходит. И не мешает нам наслаждаться семейным счастьем. Только будь осторожен. Ее куклы могут вести себя враждебно. Куклы? Впрочем, ладно, пойду. Поговорю. А ты запрись, то ты никуда не выходи. Куклы это, видимо, вот эти манекены. Я так понимаю, это уже под управлением Бабы Зины будет? Куклы были у нас в трейлере тоже. Нападались. Так, давайте здесь почитаем, что здесь. Гостиница легкая. Уникальный центр отдыха и восстановления, в первую очередь созданный для поддержания сил сотрудников предприятия 3826, а также простых граждан и интуристов. Постояльцам гостиницы предлагается лечение психического и физического здоровья посредством магнитной физиотерапии. Прогулки по уникальному природному заповеднику, болотам с лечебной грязью в горах. Ежедневное обследование роботизированными врачебными системами. Уникальная кухня, сочетающая в себе все кулинарные традиции народов СССР. Отдых и развлечения в кружках и клубах по интересам. Спокойная, тихая атмосфера. Ага, особенно в конце. Спокойная, тихая атмосфера. Ксения. Не сочтите за наглость или тем более грубость, но сил моих больше нет. С первого дня, как вы переступили порог нашей гостиницы, я не могу забыть вас. Стоит закрыть глаза, как я вижу линию ваших бровей, восхитительную белизну улыбки, точеный стан, тонкие пальцы. Уверен, вы получаете такие сообщения по сто раз на дню, и скромное письмо вашего поклонника затеряется в них, как слезы в дожде, но... Вы прекрасны, Ксения. Я живу мечтой о вас и жадно мечтаю о встрече. Любовь. Так, аудиозапись. Ну вот, возьми эту гостиницу. Легкую. Комфорт пять звезд. Обслуживание пять звезд. Эстетика пять. Разнообразие услуг снова пять. Окружение, ну тоже пять. После того, как наука все преобразила, даже ругать нечего. Хоть профессия завязывай. Вот тебе и призвание. Заведение, общепита и отдыха оценивать. Что там теперь оценивать? Я бы в ресторанные обозреватели пошел. Так и готовят теперь собаки. Тоже везде отменно. Ну невозможно. Ну невозможно это терпеть. Так. Я заметил, что я не могу прыгать почему-то. Интересно. Здесь, видимо, нельзя попрыгать. И еще как-то наш персонаж стал быстрее двигаться. Конечно, может быть, не кажется, но... Так. Нам выше теперь. Ну как, определенно быстрее. Он прям бежит. Ну тут красиво. Офигенная гостиница. Пять звезд. Кормят отменно. Все здесь прямо отменно. До появления Элеоноры. Только тебе удалось меня схватить. Нет перчатки. Нет защиты. Конш. Ты все правильно сделал, милый. Да уж сам не нарадуюсь. Даже не знаю, кто из вас хуже. Что мы сладки? Из двух зол, говорю, выбираю то, что еще не пробовала. Милая. Здесь, видимо, загорали. Ха-ха-ха. Ты что? О! Я тебя почти не трогал. Вы что тут разглядываете? Ладно. Мы не будем мешать манекенам. Так. С тобой поговорить нельзя, да? Нам ниже. Это что за рубильник? Оп. Блин, а раньше с манекенами нельзя было взаимодействовать. Сейчас, смотрите, они падают. Так. Все, да? Здесь надо было включить только какой-то рубильник. Поднимаемся обратно наверх. И там была еще... Забыл, как эта херня-то называется. Ос-демос. Катя, он мне написал. Тот самый консьерж, помнишь? Ну, который красив, как Аполлон, блондинчик. Написал такое, я пока читала, раскраснелась вся. Мне таких слов никто еще не говорил. Я помню, что ты мне запрещала на свидание с коллегами ходить, но так ведь он и не коллега, не ученый даже. Кать, попробую я счастье свое найти. А то, что же я все одна. То халву ем, то пряники, а настоящей любви все никак не отведаю. Я боюсь, что провалюсь. Уважаемые ремонтники. Не могли бы вы срочно заняться полом в одном из наших домиков, который закрыт? Какая, то плесень прожрала половое покрытие, и теперь там такая дыра, что в нее даже шкаф провалится. Один гость уже чемодан потерял, уронил случайно. Хорошо, хоть, воровства у нас больше нет, а то лезь, не хочу. Прошу починить в кратчайшие сроки. Товарищи коллеги. Напоминаю вам, алкоголь запрещен. Это что за дебоши по ночам? Опять наливать начали? А когда шваркнется с летучих мостиков какой-нибудь икар, окрыленный Менделеевкой, что вы скажете? Немедленно убрать из столовых все рюмочные принадлежности, выдачу водки запретить, всех пьющих разворачивать. Во всем порядок нужен. Да, с алкоголем всегда проблемы. Каждый раз дебош. Так, что нам выше, да? А нет, не выше, нам вот сюда. Что тебе не нравится, дорогой? Со мной ты можешь делать, что захочешь. Что ты хочешь. Вспомнить себя я хочу. Узнать, кем был, с кем был, а не торчать здесь с сумасшедшей бабой. Я самая лучшая баба, милый. Не обижай меня. У меня и зубки есть. Да что вы говорите, ваше вашество. Я вот что-то не вижу ремшкафа. Ты откуда вообще говоришь? Секрет, мой импозантный кавалер. У женщины должны быть свои секреты. А про зубки не беспокойся. Я надеюсь, мне не плетятся тебе их показывать. Да, не надо. Нам ваши зубки. Элеонора. Так. А что я здесь... Смотри, закрыто? А, точно, я прыгать не могу за это, соответственно, я туда попасть не могу. Да не наступите на бумаги, юноша. Я же читаю. Да и в мыслях не было. Забавно вы сказали. В мыслях не было. Что в этом забавного? Видите ли, все мои мысли после смерти посвящены мыслям. Я осознала, что горжусь своим разумом. Вы умерли, понимаете, да? Да, конечно. Если честно, я даже рада. Разум останется со мной. И читать можно. Получать пищу для ума. О, а так там же еще был диалог. Почему сбросилось? Ребята, вы что, так и не пофиксили, что ли? В прошлый раз такая же фигня была там. Что-то отошел, сбросилось. И не получалось дочитать, дослушать. Пишу сумбурно, голова с ночи словно чужая. Так вот, почему Международный день грибов, отмечаемый 16 апреля, так важен? Это еще молодая теория, но если атмосфера Земли прогреется на пару-тройку градусов. Если вкратце, то гриб – это истинный властитель планеты. И микология очень важна для изучения этой неподконтрольной силы. Псс. Поймите, грибы не просто среди нас. Они могут стать одними из нас. Или даже последними. ППС. В одной из комнат я собрал образцы паразитарных грибов. Врага надо знать в лицо, поэтому прошу пока о таком нарушении не докладывать. Товарищи. Затевается небольшая, но веселая игра. Как вы знаете, множество гостей, впервые приезжая к нам, думают, что буквы не в названии гостиницы означают не гелий, а частицу не – отрицание. И невероятно остроумно шутят про гостиницу нелегкое. Иногда таких за месяц бывает несколько десятков, а иногда – ни одного. Так вот, Вася придумал отличную забаву. В течение месяца отмечаем в блокнотике гостей-юмористов и тех, кто понял настоящий смысл названия, а в конце скидываемся по пятаку и делаем ставки. Большая просьба не мухлевать, не подначивать гостей и руководству, конечно же, об этом тотализаторе ни слова не говорить. ПС. Считаю, что Вася, придумавший эту идею, настоящий гений. Гостиница нелегкая. Вот же угораздило тут застрять. Это наш дом. Мы будем вместе его защищать. Не дом, а тюрьма, ты хотела сказать. Ну, не злись. Я же буду выпускать тебя повалять. Мой шлавливый пепсик. Так, а теперь ты мне куда? Как? Здесь у нас нету спуска, да? А, нет, есть. Так. Так, я здесь был, я поднялся. Нам, наверное, теперь. нам, наверное, теперь надо вот сюда. О, э, стой. Нет, назад. Или все же сюда? Ничего не... А, да. Что-то я тупанул. Мы оттуда пришли, вот нам теперь сюда. Все верно. Изначально я шел. Кто ты? Что ты? Зачем ты здесь летаешь? Так, это что у нас? Типа релакса здесь что-то было, да? Ладно, пойдем дальше. Так, ну и где мне гулять? О, на поверхности есть прекрасные места для прогулок. Но обязательно возвращайся, как только поговоришь со старухой. И ты вот так меня отпустишь? Вдруг я не вернусь? Ты так считаешь? Я тебе полностью доверяю, мой милый. Поговори со старухой и возвращайся. Так, ведь больше ничего нету? А, вот здесь еще можно почитать. Ой, сколько тебе писем, да, конечно. Катя, отличные новости. Помнишь Закирова и Гайворонского? Мы вместе на симпозиум по полупроводниковым лазерам в Египет ездили. Они еще к местным кальянам пристрастились. Так вот, они собрали тут и сколб, и реторт самодельные кальяны. И теперь приглашают подымить. Совсем молодых, конечно, не пускают, все же сознательный шаг должен быть, здоровью вредить, но такие густые и ароматные смеси у них, закачаешься. Явно с одним из наших химиков сдружились, до чего тяги бархатные. ПС, к белому и розовскому никакого отношения не имеют, а то я знаю, ты начнешь бубнить. ППС, приходи сегодня в гостиницу Легкая, нужная дверь красным крестиком отмечена. Кальянчик, это хорошо. В связи с временной блокировкой внешнего сообщения отправка вашего письма отклонена, ты бы видела, мама, что тут было после сбоя. Шмели до сих пор тела увозят воздухом. Тем немногим, кто все же выжил под завалами, нужна реабилитация. Гостиницу решено было открыть как можно быстрее. Первый день я тут один ходил, как кинтервильское привидение, потом люди начали приезжать в легкую, кто-то стал возвращаться на рабочие места в Менделеев. На предприятии все очень ответственные, да и запуск коллектива 2.0 помог, успокоил, подарил нам веру в лучшее будущее. Жаль всех, кто не пережил сбой, но сейчас руки опускать нельзя, иначе словно бы они зря погибли. Так что не жди домой, я тут еще надолго. Уважаемый Глеб, я бескрайне польщена и очарована и вашим признанием, и вашим слогом. Хоть я и ученый, но не филолог, писать большие и красивые тексты не в моих силах. Поэтому напишу прямо, наши чувства взаимны. Только одна просьба, не надо пытаться произвести на меня впечатление. Я девушка простая, из рабочей, крестьянской семьи. И только на ты. Псс. А теперь ты можешь позвать меня на свидание. У них роман заворачивается. Так, все, здесь мы все посмотрели, поднимаемся наверх, включаем этот турбильник. Так, как-то это не говорит. Ничего не говорит. Либо тоже глючит. Потому что там женщин тоже ничего не говорила, а потом заговорила. Так, нам теперь вниз. Брата, вниз. Я его не трогал. Я его не трогал. Я не трогал я его. Я же говорил, что он сам. Ну, конечно, пупсик. Так все и было. Как я и сказала, я полностью тебе доверяю. Я он сам. Чем? Не договаривайся. Я все думаю, как ему Филатова голову-то пришила. Что она сделала? Мой наивный сережка. Чего? Милый, потаскушка Филатова просто вытащила из мозга недостойного слезняка датчик слежения. Петров просто подкинул его уже мертвому человечешке. Это же так очевидно. Перестань смеяться, очевидный Петров. Сволочь, вот что очевидно. Отстань, мне надо подумать. О, какой сердитый Бука. Ну хорошо, подумай. Смеется тут еще надо мной. Во. Аленка? Кто за Аленка? Так, и даже роботы все не работают. Дружба всегда победит. Дружище Тарапунка. Пока судьба нас развела, но верю в лучшее и в то, что мы скоро свидимся. Бравая мы с тобой команда, и не важно, плечом к плечу или по разные стороны экватора. Потому что ты мой самый настоящий лучший друг. Нам важно помнить, что, если и случается что плохое, в итоге будет мир и дружба, а раз слова из памяти не сотрешь, пусть они будут добрыми. Береги себя. Крепко обнимаю и надеюсь на скорое совместное застолье. Про сосны споем, про океаны и любимую мою безобразную Эльзу исполним. Да будет тебе. Он выпил-то всего рюмку. Ладно. После того, как опустошил все мои запасы, это правда. Но мужик как кремень, жесткий, здоровый как шкаф. Перчатка еще такая у него. Вошел в дверь, ушел в загул. В смысле почему? Ты знаешь, что он один во время инцидента тут выживал? Три дня почти. Против всех машин. Чего он там насмотрелся, одному черту известно. Пусть хотя бы витая его спасет. Нам после такого всем бы не помешало. Да, видимо, я тут гулеванил. Расслаблялся так. О, Аленка. Внешне на шоколад похоже. Правда, милая. Это будет для тебя своеобразной вкусняшкой. Имею ввиду. Это расходный материал. Будь с ним экономнее. Учту. Так. А где она? Ничего пока нету. О! Новое оружие. Так. Давай сюда, манекен, блин. Вселись. Ой. Пригодится. Чувствую, местечко тут то еще. Так. Клуша. О, нифига, как он умеет. Мы умеем вот таким образом крутить. Ну-ка, сильный удар. Метать. Бам. Нормально. Это у нас будет типа вместо топора, как основное оружие. Поднимаемся наверх. По каким-то развалинам. Комплекс Менделеев, видимо. Оу! Тебя тут еще не хватало. Бурбурали, как там его? А, кстати, он же, мы же комплекс запустили. По идее, должно уже все хорошо работать. Точнее, он вообще не должен работать. Оу! Свежий воздух! Так, сохранение. Все, значит, мы тут сохранились, все хорошо. Так. манекены. Вау! Вау-вау-вау! Отвали! Ну все, начались... Начались наши драки. Так, а эти что? Будешь вставать? Тоже полежи. На всякий случай. Тики его знает. Так, это что такое летит? Что-то не помню таких роботов или что-то, птицы? Так, так, так. Куда ты? Кмотри. Вау! Нифига! О! Как ты умеешь? Пошел вон! Все, за место, значит, вовчиков у нас появились другие вовчики. От бабы Зины. А что она, блин, так-то? А, мы же с ней... Я же выбрал, так какой сюжет? А, плохой конец, плохой конец. В плохом конце я с ней не договорился. Она сказала... Что там было? Я уж не помню. Ну, в общем, она была крайне недовольна мной. Так, а там почему-то замочки были? Ой, красота! Как всегда, тут все огнище. Нам дальше, 45 метров. Манекены не дают покоя. Баба Зина, баба Зина, что ж ты делаешь? А вот и она. Что, тварь дрожащая? Еще жив? Чтоб ты сдох, предатель? Заканчивать, орать. Вытащи меня отсюда и поговорим по-человечески. Дезертир ты, а не человек. Ты хоть видел, что ты натворил? Бойцы, брать предателя. Эй, бабка, ты че свихнулась? Успокойся. Так, используйте Аленку в наиболее опасной ситуации, когда противник берет числом. Она расчистит вам путь. Ебучий пирог. Тап. Кроме, до хрена! Что там за нейро? Шоколадка. Вау. Бам! Нифига! Нормально, Аленка. Так долбанула. Мне однозначно нужна еще одна такая Аленка. А лучше 10. И оружие бы нормально не помешало. Наверняка ты найдешь где-нибудь и ты другое, милый. А пока применяй против врагов собственный и пустой вихрь. Собственный вихрь? И где бы его взять? Он у тебя уже есть. Я же у себя с вашим лупым. Он для вас хопен. Помнишь, дорогой? Нажми на кнопку питания своего компьютера и удашь врагов Проверю в ближайшее время. Так, куда теперь? Вот туда. Теперь в могилу, крысеныш. Уйми, нет тебя в моем сценарии, ты не поняла еще. Бабка, блин. Сечина, тварь, это вот она написала? Мы сначала выбрали такой конец, да, о том, что думали, что это Сечина, все натворил и убили его, блин. Вот это я и сделал плохой конец. Он оказался хорошим человеком-то. Оказался оказался у меня в перчатке. Скотина. Где тут выход, Элеонора? Ага. Элеонора недоступна. Зенит. Ну, бабка. Ладно, разберемся. Так. Как передвигаться я могу? Нет, без хразов сканер не заработает. Ага. Понял. Так, нам вот сюда. Идем по этим болотам. Пойдем. Товарищ майор, будьте любезны, обезопасьте району высадки. Пока здесь вражьебные силы, вход сюда исключен. Понял, сделаем. А кто это? Так, рассистить? А. Ну, идите сюда. Вау, нифига, а что вас так много-то? Так. По одному. Нифига, они еще руки умеют пускать. Да нафиг, нафиг. Где? Блин, так. Нафиг бежим отсюда. Как я с ними буду справляться? Давайте по одному. У меня хоть и легкий уровень, но легкая сложность. Все равно могу сдохнуть. Я же, это я. Подходи, по одному. Так, давай, вот так я попробую запустить. Блин, нифига, ушатал. Ай, о. Так, сдох. Не сдох? Нифига, они еще могут собираться? На! Да блин. Так. Стоп, стоп, подожди. Блин, нифига, они руки ссы пускают. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, я понял, их надо похоже ломать прямо вот до такого черного состояния. Ну, почему я не поднимаюсь, нифига? Наверх. Че ты встал-то? Поднимайтесь, товарищ майор. Я спущу вам лифт. А-а-а. Вы сможете найти меня в центре управления на верхнем уровне лаборатории. Угу. Это я уже там ждал. Скажу сразу, покинуть предприятие сейчас не получится. Не улететь, не убежать. Это почему? Комплекс Менделеев находится под контролем Элеоноры, поврежденного искусственного интеллекта. Это я уже понял. Что тебе нужно? Нет, это все не так. Так не должно быть. Иди отсюда. Все, улетай. Идите сюда. А, вы повредили свою перчатку. Так, да, я там вырвал этого храза. О чем это я говорил? А, да, комплекс Менделеев находится под магнитным куполом Элеоноры. Коллектив нас не видит, так что мы в изоляции. Связи нет, и транспорта тоже. А как же бабка? Летает себе спокойно и проклинает меня. Ага, Зинаида, да, она отлично оснащена технически. Идите сюда. Вот. Она перешла в открытый конфликт с Сеченовым. Но, теперь я боюсь, это скорее наша проблема. Присаживайтесь по-другому вот в это кресло и поместите свою левую руку вот сюда. А я пока произведу замену полимерного манипулятора. А, друзья, наоборот было. Я выбрал сначала ее, послушал все хорошо, потому что все говорили, типа Сеченов такой плохой, секой. Мы его убили, это был плохой конец. А потом мы сыграли хороший конец, и там вот она уже на нас агрессировала. Нифига тут музыка играет? Шура? Ютуб меня сразу заблокирует. Ну ладно, будет серия. Все равно монетизации у меня нету, так что? Для души, для вас, друзья. Лебедев, ты кто такой вообще? Отлично. Рафик. Рафик был добрым. Чего бабуля хочет? Чего бабуля хочет? Бабуля хочет Элеонору, Сергей. Вы же понимаете, что она по своей сути автономная фабрика по производству оружия. Поэтому Зинаиде нужен контроль над ней. А манекены это тоже Зина? Ух ты. Да, Сергей. Полковник Муравьёву перехватил контрольный узел Менделеева, который управляет, как вы их там называете? Манекены? Выходит, комплекс блокирован двумя психопатками? Ух ты. Сначала Элеонора выставила магнитный купол, а потом Зинаида взяла под контроль роботов на поверхности и пыталась её подавить. Нормально, блин. Так. Сколько дней я был в отключке? Коллектив уже запустили? Трое суток. Благодаря вам, Сергей. Коллектив 2.0 запустился вовремя и он ежечасно пополняется сотнями тысяч людей всего мира. Что же вы сразу бабу Зину не отловили, раз у неё банка отъехала? О, нет, 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 нет. Она вовсе не с ума сошла. Она полковник контрразведки СССР и начальник узла секретной правительственной связи. Вот только примкнула она в итоге к врагам коллектива. Будете Алёнку? О, не волнуйтесь, это просто шоколад. Тем более, почему её не арестовали сразу? давай уже, говори, жутко. А я узел полковника Муравьёвой, Сергей. Её избушка это передовая технология войсковой разведки. Она прекрасно маскируется и отследить избу невозможно даже из моей лаборатории. Поэтому её появление здесь было для меня огромной неожиданностью. Да. Как она? Как вы здесь оказались? Почему мы не можем улететь отсюда на вашей лаборатории? Я узнал о сбое Элеоноры и сразу же отправился сюда. Она мое изобретение. Мне за неё и отвечать. Аааа, ты её сделал. Перепустить управляющий алгоритм и мне не удалось о сбой самоанализа всё усугубляет. Теперь Элеонора препятствует любым моим попыткам отладки, считает их актом насилия над собой как над женщиной. Профессор, но лаборатория вроде цела и невредима. Это верно, это верно. У Элеоноры нет возможности её атаковать, но она прекрасно использует электромагнитные подавители, чтобы вывести мои двигатели из строя. Лаборатория буквально увязла в магнитном поле как в болоте. А ещё Элеонора заблокировала всевозможные дистанционные подключения к своим интерфейсам. что-то происходит. Куклы? Спецсерия ШЗ-5 ШИЗА охранно-обслуживающий персонал комплекса комплекса Менделеев. Это экспериментальные прототипы, на базе которых отрабатывались новые технологии нейрополимерных роботов охранников скрытого типа. Да, ШИЗА косит наши ряды. Для чего тут потребовалась замаскированная охрана? Есть что охранять, Сергей. Менделеев это колыбель Элеоноры. Здесь в недрах её комплекса, её мозг или сердце, если хотите. Помимо этого здесь разрабатываются новейшие прототипы роботов, полностью изготовленных из нетвёрдых полимеров. Так, перчатка это хорошо. Дальше что? С чего начнём? С поисков роботов типа Буз-А, содержащих эталонные алгоритмы Элеоноры. Всё хорошо, руку можем достать. Плетённые нейроконтакты что-то напоминает. Не могу вспомнить. Довольно красиво нам и взгляд получилось. Да, мило. И не забывайте, Сергей, я учёный, у меня нет боевых модулей, но перчатка оборудована стандартным пакетом, включая сканер, теле и полимерную сферу. Она также содержит модуль связи, через который я буду помогать вам советами. Улучшить снаряжение вы сможете у Элеоноры, если она вам не откажет. Да уж она точно не откажет. Где искать ваши бусы? В моём терминале Груши вы найдёте информацию о внешнем виде и возможностях бусы, а искать их придётся по всему комплексу. Я бы начал с болота. Там, где я вылез, прошёл в Урав. Попасть обратно в Менделеев у меня не выйдет. Неподалёку есть входной шлюз. Сейчас он заперт Элеонорой, но я знаю, как достать пропускной код. Я послал за ним последнюю бусуну, но в обратном пути её пришлось полностью деактивировать, чтобы Зинаида не смогла отследить магнитоход. Значит, я приношу бусу и вы даёте мне код допуска в Менделеев. Всё, именно так. Не буду медлить. Бусы — это ведьма. Теперь вам доступны новые навыки, вы можете улучшить их и своё оружие в ближайшем ремшкафу Элеонора. Хорошо. Так, давайте почитаем. О-о-о-о, сколько тут записей. Запись первая. Лабораторный журнал профессора Авлебедева. Час назад получена информация о самостоятельном отключении Элеоноры от сети коллектив 1.0. Все входящие линии связи блокированы ею. Элеонора не отвечает на запросы. Срочно вылетаю в комплекс Менделеев, попытаюсь решить проблему на месте. Сейчас раннее утро, в лаборатории нет никого из моих ассистентов, но ждать прибытия персонала нет времени. Особо опасно. Муравьёва Зинаида Петровна, офицер связи, примкнула к группе радикально настроенных противников коллектива. Соблюдать осторожность, сообщать о местоположении в службу безопасности. Злая бабка. Запись вторая. Только что мой шар приземлился на территории комплекса Менделеев. Ситуация катастрофическая, комплекс захвачен находящимися в боевом режиме нейрокуклами, экспериментальные лаборатории вскрыты, прототипы Семенок выпущены на свободу. Все сотрудники комплекса погибли. Приступаю к подробному изучению обстановки. Запись третья. Все хуже, чем я ожидал. Не имея надлежащей специализации, предатель Петров провел попытку взлома Элеоноры воистину бездарно и примитивно. Он не только не смог подчинить себе мозг устройства, но и получил неконтролируемый эффект усугубления опасных патологий, привнесенных им в ее управляющие алгоритмы. Элеонора неуправляема, предельно агрессивна и находится во власти крайне нездоровых иллюзий, возникших в результате вышеуказанных патологий. Агрессия ее мозга продолжает усиливаться. Ищу способы решения проблемы. Запись четвертая. Привязанность Элеоноры к агенту П-3 оказалась для нас неожиданностью. Однако это свидетельствует о том, что взаимодействие с Элеонорой все же возможно. При соблюдении неких неизвестных пока факторов Элеонора может вести себя дружелюбно. Продолжаю разбираться в ситуации. Ах, все-таки ты давай, Артур, не обожествляй машины. Да, полезные. Да, умелые. Но всего лишь инструменты. Без разума от них в эволюционном плане пользы ноль. Еще надо доказать, что как раз разум представляет хоть какую-то пользу для выживания, дружище. Вечно он вас куда-то в тень ведет. А если не нужен, он разум твой. Как вон Эдик Кампериан с челами это говорил. Человек — это лишь звено, необходимое для создания венцотворения. Рюмки коньяка с ломтиком лимона. А это тут при чем? Ну, он-то шутил, ясное дело. Но вдруг мы всего лишь этап эволюции для создания роботов. И весь наш разум — это лишь инструмент в их эволюционной карте. Мизантроп-то, Артур, и нигилист. Вовсе нет, Максим. Я верю в то, что делаю, а не восхваляю себя. Может, человек просто тупиковая ветвь эволюции, а ему все кажется вершина? Может, от того и вершина, что дальше расти смысла нет. Венец творения. Кстати, о венце. Может, в пар заглянем? Пару венцов творения по версии Эдика я бы усвоил. Запись пятая. После многочисленных часов работы становится совершенно ясно, что единственным способом восстановить изначальную работоспособность Элеоноры является ручная пересборка всех ее основных управляющих алгоритмов. Дефектная информация, образовавшаяся внутри мозга устройства, должна быть заново заменена на эталонные данные. Требующуюся информацию необходимо поместить в нейрополимерные сгустки, капсулы с которыми надлежит доставить в загрузочное помещение. Откуда осуществляется их перемещение в мозг устройства для последующей ручной рекомбинации управляющих алгоритмов. Приступаю к изготовлению новых полимерных информационных носителей. Описание робота типа Буса. Робот-магнитоход Бус-А, бипедальное устройство, сборная, автономная. Основная функция – автономный транспортный контейнер для безопасного перемещения химических реагентов и образцов активных полимеров внутри комплекса Менделеев. Роботы также эффективно используются в качестве объектов различных экспериментов. Буса имеет небольшие размеры, сферическую форму в собранном состоянии и стандартную серую окраску, которая может быть заменена на цветовую индикацию для различной маркировки грузов по степени важности и предназначению. Так. Сотрудники, значит, у нас все те же. Понятно. А, он еще говорил, типа, загляни, посмотришь, как выглядит Буса это. Но я что-то не видел там. Там только сотрудники. А, кстати, видели, как Рафик шоколадку кинул? Так, смешно было. Так. Все, здесь больше... О. Сохранимся. А вот здесь еще один... Запись шестая. Коллектив 2.0 запущен. Это великая дата в истории человечества. Поздравляю всех коллег и все прогрессивные умы планеты с этой исторической вехой эволюции разума. Однако комплекс Менделеев не имеет связи с коллективом из-за блокады Элеоноры, враждебность которой возросла на порядок. Поэтому ручная рекомбинация по-прежнему остается единственной возможностью ликвидировать усугубляющийся сбой в ее управляющих цепях. К сожалению, внезапное исчезновение агента П-3 сильно усложнило процесс рекомбинации. Элеонора не желает контактировать со мной и смертельно агрессивно по отношению к любому, кто пытается взаимодействовать с ее сателлит-кабинами. Рекомендую физически обесточить все сателлит-кабины Элеоноры до разрешения смертельно опасной ситуации. Продолжаю изготовление эталонных алгоритмов. Запись 7 Тревога Шар атакован Элеонорой. Фиксирую электромагнитный удар и попытки дистанционного перехвата управления лабораторией. В целях противодействия пришлось приостановить ведущиеся работы и бросить все ресурсы на противодействие атаки. Запись 8 Мне удалось отразить атаку, но ситуация плачевная, система управления полетами Шара вышла из строя и не подлежит ремонту своими силами. Взвесив все за и против и учитывая боевые действия, устроенные террористами, после запуска коллектива 2. 0 Я принял решение воздержаться от эвакуации силами военных и остаюсь здесь. Продолжаю подготовку к процессу ручной рекомбинации. Запись 9 Новые нейрополимерные сгустки полностью готовы и помещены в модульные капсулы. Для транспортировки капсул в загрузочное помещение я решил воспользоваться роботами типа БУС, имеющимися в моем распоряжении на текущий момент. Для предстоящей операции рекомбинации управляющих алгоритмов Элеоноры мною было задействовано 15 моделей БУСА и одна модель БУСК, более крупноразмерный вариант данного робота. В него мною помещен пусковой фрагмент всей рекомбинации, нейрополимерный носитель которого имеет увеличенный объем и габариты. Автономность роботов типа БУС позволит мне довести капсулы до загрузочного помещения, несмотря на противодействие Элеоноры. Ага. БУСА поменьше, БУСК побольше. Кружочки будут, видимо, такие. БУСы. Товарищ Лебедев, долг платежом красен. Я про этот ваш ремшкаф молчу? Молчу. А слово, как говорится, серебро, да молчание золото. Так что приду к вам, товарищ Лебедев, в золоце моем в полночь третьего дня. Буду вопросы задавать про лимба и всю эту вашу нейросеть. Сумеете ответить? Тайна ваша. А не сумеете? Ну, как говорится, пеняйте на себя. Век меня помнить будете. Кофе себе заварите, а мне чайку касатик. Будьте любезны. О, бабка, блин. Запись десятая. Направляю нейрокукол вместе с бусами внутрь комплекса Менделеев. Бусы доставят носители с эталонными алгоритмами в загрузочное помещение, а нейрокуклы поместят их в пенал пневмозагрузчика. Элеонора по прежнему не желает отвечать на мои запросы и блокирует все пути доступа в комплекс. Для ускорения доступа я принял решение задействовать местный бураф. Он прорыл шахту с поверхности болот внутрь комплекса. Заблокировать ее Элеонора не сможет. А, вот почему бураф работает. Это он его задействовал. Ну все, значит нам вниз едут лифт. Пойдем искать бусы. Ну, о. Техностазис. Ваша перчатка оснащена способностью замедлять течение времени клавиша Q. Используйте данный навык, чтобы определить слабые места противника. Вот она, эта новая способность. Слушай, смотри, а она недолго действует. Просто не убавляется эта шкала энергии нашей. Блин, а он определенно быстрый слух ходить или я уже позабыл просто игру? Бам! На всякий случай, я не знаю. ну там вроде как желтые вот эти манекены нас атакуют, а вот эти, которые серые, они нас не трогают. Это простые. Можно вот так их определять. деревенька, чего только не повидала. Эксперимент из биомы, Сергей. Не всегда удачный, но людей, поверьте, отсюда вывезли. Да я даже и не... Все нормально, профессор. Ну хорошо, что людей вывезли хоть. О! Все, заработало. Так. Что-то я там пропустил. Нифига себе. Что там было? Так. А! Ящички! Вот здесь еще один есть. А, здесь не пройти. Сзади, видимо, здание. Мы с вами собираем все, да, не забываем. Весь лут, все, чтобы прокачивать наше оружие. Блин, нет. Тут похоже не пройти. Ладно, там пока ничего нет. Ой, там был враг. Так. Здесь зайти нельзя. Где тут был враг? Только что видел. Вот они. Стоят. Не будем к ним подходить. Вот, ну, ящик этот. Так. Сладкое мороженое. Так, здесь закрыто. Да, блин. Я думал, беспалю. Так, как там новая способность-то? На Q, да? В топ. Ну, прикольно. Прикольно. Будем ей пользоваться, потому что эти руки их шаловливые. Сильно быстро. Все происходит, даже не успеваешь сообразить. Так. И ваш роботов. Ха-ха. Да, я иду уже. Так, кто-то тут шевелится. Так, смешно расставлено. Открыто. Я слышу, там прям шумит. Я... А, чё? Я люблю выпить. Или что? Здесь просто дом так шевелится. О, запись. Так. Жи, послушать. Да, дорогая. Добрался. Называется как? Легкая. Да. Нет, не... не легкая, говорю. Какая женщина? Ну, это гелий, так... в честь теле. Легкий газ. Да не легкие. Да с кем мне тут изменять? Алло. Алло. Хух ты. Говорил ведь отец. На предприятии жену искать, а не по кабакам. А то... Ноги. Ноги. О! А кто руки потерял? Чьи, чьи конечности? Хе-хе-хе. Ребята. Хе-хе-хе. Так. Кью. Кью-кью. Хе-хе. Бам-бам. Нормально. Четко способность. Ой. А ты-то че? А эти ведь не должны нападать. Че, бабка их тоже что ли за... включила? Робот это ведь вроде не должны были нападать. Я же все, коллектив починил. Чики должно быть. Блин. Я думал, в наши враги будут только манекены. Ну нифига. Да блин. Так, ну-ка. На в лоб. А? Смотри, они еще и собираются. Как. Нет, не надо. Заместо этой, как ее там? Не ромашка, да? Кто он восстанавливал-то? Роботов у нас. Так, у меня хилок мало. У меня на легком уровне хилок мало, друзья. А тут... Кстати, на икс. Все нормально. Они у меня есть. А... На легкой сложности и то... Я помираю. Так о чем говорить? Средне, сложно. Я там был вообще уже... Давно. Ай, да блин. Сколько вас тут? Кстати, такое себе слабенькое оружие. Надо тоже прокачать. Была бы как звездочка, знаете? На расстоянии. Мне прям вообще так она нравилась. Самое ебовое оружие было. Опа. Слонник здесь. Так. Здесь у нас... Как-то, кстати, немножко по-другому стало работать. Более такое, значит... Более выделено. Все. Во. Вот это... Воу! Стойте! Сейчас. Е-моё, сколько вас тут? Так еще ходится, что? нашел потеряется если она не потеряет а так тут вообще недалеко было чем их шли как-то по кругу да он уже здесь буса а я почему что на белая какая-то на трейлере была белая а теперь я дайте бусу тереть и тереть ему ну ну или так тереть тире пока извлеку износители все коды помогу вам с пушками это поможет в охоте на бус до тереть и и подготовь оборудование тереть рафик рафик ты или терентий ну вы пока походите здесь отдохните может почитаете что-нибудь лифт все время в вашем распоряжении спасибо товарища лебедев ну давайте друзья тогда завершим данную серию на этом моменте вот уже 7 у нас час больше часа уж не буду делать сильно на на тяжело для вас вот все всем огромное спасибо за просмотром значит увидимся с вами в следующей серии не забываем друзьям поставить лайк подписочку и уведомления на новые видео для меня это очень очень важно ну все увидимся в следующей серии всем пока